Посмотрим на копеечки Бориса Фёдоровича Годунова. 1598 года правления. 1598-1605 год. Вот такие копеечки. Такие копеечки. Довольно-таки хорошее состояние. Копейки делались тогда очень простым способом. Из серебра делали проволоку, проволоку нарезали кусками, получалась заготовка. Дальше заготовку чеканили вручную. Получалась вот такая монетка неказистая, из-за чего в народе прозвали её чешуйка или чешуя. Копейка получила она название из-за фигуры. Фигура на коне с копьём. Из-за этого она и получила своё название Копейка. Средний вес такой монетки нормативный был 0,68 грамма. Меньше грамма. Такая вот монетка. Тут, видимо, несколько раз чеканили. Получилось вот несколько кофеев. Так. Вот тут верхушечка. Вот такие. Довольно тоненькие они. Монеты из серебра чеканились. Хорошее состояние. По монетным дворам уже можно по каталогам уже более точно установить год. Монеты. Монетный двор. Существует большое количество каталогов на эту тему. Очень интересно их коллекционировать, поскольку каждая монетка отличается друг от друга, поскольку она чеканена вручную. Много смещения форм. Где-то монетка покруглее, где-то по овальней. Так. Вот. Монетный двор у нас указан тут. Отчётливо. Тут более стёртые. В этот виде О. Тоже у нас О. Такой всадник на коне. Вот тут отчётливо видно надпись Борисович читается. О. 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 это четко им прям очень интересные монетки хоть они и тоненькие но навес чувствуется тут у нас тоже о чеканина так Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие монетки... Вот тут всадник... Так вот тоже какие-то буковки... Более точно уже смотреть по каталогам... Вот тут МО... Вот почти целый всадник... Хорошо отчеканенный... Тут у нас... Вот такая вот... Вот наверху надпись «Князь» читается... Тут у нас вот О... Тоже видно М... Немножко подстежка... Видно... Такая вот монетка еще... Вот буквы... Под конем О... Еще видно что-то написано... Вот такие копеечки... Тоже хорошо сохранилась монета... Все буковки видно... Все буковки видно... Монетка тоненькая... Вот штемпель немножко съехал... Получилась она... Наполовину... Здесь вот... Монеты приятные... Такие были деньги раньше... Напомню еще и 1598... 1605 год... Спасибо всем за внимание...